доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели мы снова после выходных на финансовых рынках и как и всегда продолжаем говорить и разбирать ключевые фундаментальные события ну и разумеется анализировать как они влияют на динамику финансовых активов друзья сегодня я хочу начать с благодарности тем кто все-таки прислушался к моим просьбам и начал активно ставить лайки вот буквально пятничное видео у нас это рекорд по лайкам и это все благодаря вам я продолжаю призывать что если вы еще не подписаны подпишитесь на наш канал это самый лучший способ быть в курсе всего нового контента который мы туда добавляем если вы подписаны вы будете получать уведомления оставляйте ваши вопросы мнения в секции с комментариями и не забывайте продолжать ставить лайки большие пальцы это лучшая мотивация и я с особым настроением друзья когда много лайков выхожу для вас записывать очередной брифинг ну что ж давайте теперь вернемся к финансовым рынкам не забывайте что сегодня у нас в 18.00 по московскому времени пройдет еще вебинар правильный понедельник мы там будем говорить об основных тенденциях того что на финансовых рынках происходит это для тех в основном трейдеров которые все-таки подходят к финансовым рынкам с точки зрения каких-то долгосрочных приоритетов и ожиданий вот мы стараемся как раз расставить все рынок в целом друзья радует если бы вот не та короткая позиция по нефти которая у меня очень долгое время уже висит вообще все бы идеально складывалось но все идеально никогда не бывает поэтому я спокойно отношусь к тому что рынок нефти пока растет тем более что сценарий которые ранее я обозначал это ожидание экспирации июньских фьючерсов как риск для котировок в целом и бренда и WTI этот риск еще актуален потому что экспирация только лишь на этой неделе 19 собственно мая поэтому до этих пор я буду друзья держать короткую позицию а там уже собственно видно будет в целом для тех кто развернулся и для тех кого интересует вопрос почему нефть растет есть признаки смягчение карантийных мер раз мы говорим о смягчении карантийных мер значит мы должны подразумевать базу роста потребления это действительно так но хочу сделать небольшую ремарку если мы сейчас будем анализировать основные показатели спроса на углеводороды мы поймем то что этот спрос больше чем на 20 миллионов баррелей отстает от показателей спроса характерных для аналогичного периода но в прошлом году поэтому лучше наверное еще только впереди и если это лучшее вообще на случится следующим фактором роста котировок нефти остается усилия стран опек плюс плюс по сокращению производства нефти раньше как вы помните не обговорили согласовали сокращение добычи на 9 и 7 миллиона но вот с июня кувейт объединенные арабские эмираты салдуйская аравия дополнительно снесли добычу на 1 и 2 миллиона и все верят то что этого будет достаточно для того чтобы нейтрализовать те проблемы которые образовались а спросом я не буду отрицать то что эти меры оказывают положительное влияние но мне очень хочется посмотреть на отчет и проверить факт того насколько страны чистоплотны в были чистоплотны в исполнении своих обязательств в рамках прошлого месяца мы это сможем сделать друзья либо в первых числах июня либо уже дождемся 9 10 июня период это очередная встреча опека где конечно же будет анализироваться текущая ситуация и приниматься дополнительные меры если в этом возникнет необходимость потому чтобы сбалансировать рынка в будущем в целом друзья факторы поддержки есть имеются я не хочу принижать их значимости но я помню как рынок нервничал перед экспирация майских фьючерсов когда приходилось закладывать в основу трейдинга риска нехватки производственных мощностей то же самое может случиться и сейчас поэтому вот переживем экспирацию там уже соответственно я и буду принимать решение о развороте индекс американской валюты 104 сейчас мы растем понемногу восстанавливаемся есть две причины по которой мы можем смело покупать доллар это действие федрезерва как вы помните в ходе последнего выступления джерому пау он ясно дал понять то что отрицательных ставок не будет поскольку он считает эту меру не эффективной и все это проверено уже на опыте на практике изменения монетарной политики в еврозоне и банка японии в японии в целом поэтому отсутствие отрицательных процентных ставок и нежелание фрс и двигаться в этом направлении снизило давление на доллар которая ранее все-таки имела место быть в ожидании того что такая мера могла быть согласована руководством резервов и вторая причина она актуальна буквально с конца прошлой недели когда трампа отозвался лестно о сильном долларе я как вы помните даже брифинг в качестве названия указал именно цитату трампа великой американская их валюте и и осили важно также добавить то что белый дом отклонил очередной законопроект удоб стимулирования на 3 триллиона долларов и это еще один друзья сигнал в пользу того что наверное таких беспрецедентных стимулов которые появились раньше которые были введены раньше в американской экономике уже не будет она просто не может себе позволить а значит если мы сопоставим реакцию доллара на прежние действия шаги мы поймем что реакция доллара тогда доллар активно снижался каждый раз когда анонсировался новый раунд этих стимулов сейчас этих стимулов уже не будет и постепенно политика федрезерва должна приходить нормальное состояние то есть доллар лишился фактора главного фактора распродаж и сейчас я думаю самое время друзья все-таки сплачивать ряды того чтобы в этом активе было больше покупателей хочу отметить еще блока слабых данных по штатам это норочные продажи которые просили на 16 4 процента рекордный спад промышленное производство тоже там снижение на 11 2 процента но я делал акцент на эту статистику не для того чтобы попробовать прийти каким-то выводом в отношении доллара я уверен то что вы понимаете что чем хуже сейчас макроэкономическая конъюнтура тем вообще больше шансов для укрепления доллара я сделал акцент на статистику для того чтобы показать вам насколько является ошибочным сейчас ставка на укрепление роста американского фондового рынка вы должны это друзья понимать да он растет до заманчиво купить но я думаю что это ловушка для покупателей я могу ошибаться но вряд ли мы увидим еще одну волну распродаж золото 1760 друзья признаюсь как был так профит на отметке 1750 я вышел я не буду говорить о том что я перенес собственно take profit это не так я довольствуюсь опять же тем что есть 1750 достигнута и буду искать для вас возможности для дальнейшего входа в этот актив в вашингтон ввел дополнительные ограничения на китайскую хао это тревожный звонок который указывает на то что отношения между сша и китай остаются очень нервозными если еще сейчас сюда добавить и последствия пандемии ковид-19 то соответственно много факторов сейчас ставить на укрепление защиты поэтому мы покупаем на доллар золото евро против доллара 1 0 8 19 не оправдались ожидания того чтобы мы быстро ушли к отметке 1 0 7 но на основании тех данных которые мы получили в пятницу по ввп очевидно что доберемся оттуда ввп германии минус 2 и 3 процента в годовом выражении ввп еврозоны минус 3 2 где-то исторический спад где-то худшее значение с кризиса 2008 года также мы помним комментарии кристин лангард которая порадует нас в ходе следующего заседания европейского центрального банка готовностью покупать даже мусорные облигации это будем друзья использовать для того чтобы топить евро дальше ближайшая цель это 1 0 7 как я уже сказал для долгосрочных инвесторов вообще предлагаю ставить на уровень 1 0 5 на этой неделе у нас завтра бизнес оптимизм зью и куча индексов производства активности по ключевым европейским экономикам по еврозоне в целом найдем топлива для снижения там точно фунт против доллара 1 20 95 друзья мы тут близки к нашей долгосрочной цели 1 20 это супер конечно же будет круто если мы сможем протестировать это значение 1 20 ближайшие дни но учитывая агрессивные распродажи это вполне реально сейчас в качестве причин снижения фунта это неопределенность по брейзиту был провален третий этап переговоров вторая причина это статистика которая готовит нас к тому что банк англии возможно станет третьим регулятором который снизит ставку на отрицательную территорию вслед за банком японии европейским центральным банком мы ждем заседания банка англии и помимо снижения ставки еще ожидаем увидеть увеличение программы количественного смягчения на 100 200 миллиардов это тоже реальные ожидания собственно впереди в рамках текущих пяти дней у нас еще данные по инфляции активность производственном секторе есть сфере услуг и ровничной продажи куча макро статистики и все эти отчеты по прогнозам покажут историческое снижение что уж точно должно поспособствовать снижению пары фунт доллар к отметке 120 bitcoin друзья рукой подать до десятки я не мог не отметить ждем выше 10 тысяч и поздравляю тех кто в длинных позициях по и рынку криптовалют доллар канадец 140 77 покупаем впереди в среду данные по инфляции которые скорее всего станут еще одним триггером для роста пары потому что судя по всему банк канады также будет вынужден пойти на дополнительные меры стимулирования если еще и нефтянка снизится тогда точно улетим выше уровня 14150 до конца этой недели друзья на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания